СПОТИФАЙ Сонос — это компания, очень популярная в США и ряде европейских стран, потому как Сонос создает свои продукты, ее можно сравнить с Apple. И в этом видео мы расскажем вам, за что же любят Сонос, в чем сила этих колонок, и так ли они хороши, как все говорят. Рассказывать будем на примере Сонос One второго поколения, первой колонки от Сонос со встроенным голосовым ассистентом. И даже не одним, вы можете выбрать между Alex от Amazon и Google Ассистентом. Для того, чтобы сделать обзор полноценным, мы купили не одну, а сразу пару колонок Сонос One, и чуть позже вы узнаете зачем. А пока давайте поговорим про дизайн. Сонос One второго поколения — это обычная небольшая домашняя колонка с не особо примечательным внешним видом. У нее простая прямоугольная форма с закругленными углами и пластиковый корпус, а весь фасад закрывает металлическая сетка в цвет корпуса. Это элемент дизайна и защита динамика, и при этом огромное количество мелких отверстий не препятствует распространению звука. Дизайн очень спокойный, можно сказать классический, очевидно, что у Сонос пытались сделать универсальную внешность, подходящую для любого интерьера. Ну что ж, надо сказать, у них получилось. На задней части колонки есть отдельная кнопка для сопряжения, сетевой порт для подключения к интернету по проводу, а на нижнем торце спрятан выход для кабеля питания. Размеры у Сонос One совсем небольшие — 16 на 12 сантиметров, и при этом весит колонка всего 1,8 килограммов. В принципе, такую можно поставить где угодно, и размеры, и вес это позволяет. Покрытие у Сонос One матовое, но не шершавое, а очень приятное и даже немного скользкое. На таком покрытии не сильно видна пыль и почти незаметны отпечатки и царапины. А еще колонка не боится влаги, и ее можно поставить, например, в ванную. Сонос очень хорошо продумали все от компоновки элементов до покраски самого дизайна, что, несомненно, очень подкупает. Чувствуется, что все-таки колонку делали для людей. Внутри у Сонос One один среднечастотник и один твиттер, то есть высокочастотный излучатель, плюс пара усилителей класса D. Управляется колонка несколькими способами. Через приложение, с помощью голосового ассистента... ...Алекса. ...или при помощи сенсорных кнопок на верхней части колонки. Кнопок тут немного, есть управление громкостью, кнопка play-pause, а также кнопка включения-выключения микрофона. Есть поддержка жестов, которыми можно переключать треки. Впрочем, вряд ли вы будете часто подходить к этой колонке, чтобы переключать или делать громче. На это здесь есть и приложение, и голосовой помощник. И, кстати, да, микрофон можно физически отключить, нажав сенсорную кнопку на колонке. Хотя, если вы боитесь прослушивания, то лучше сразу брать версию без микрофона. Она, кстати, есть в ассортименте и называется One SL. И отличается только отсутствием микрофонов и немного более доступной ценой. А стоит Sonos One 200 долларов. Цена немаленькая, но в сравнении с конкурентами, скажем так, адекватная. Однако, увы, у нас эти колонки официально не продаются. Это, конечно, не останавливает фанатов марки. Всегда есть магазины-посредники, их довольно много. Купить такую колонку в крупном городе не составит никакого труда. Но, как правило, цена у посредников дороже. Поэтому мы просто пошли и купили эти колонки на американском Amazon. И переправили их себе с помощью службы Shipper.kz. Кстати, в нашем последнем видео, распаковка Pixel 4a, каждый пятый вопрос был про то, как мы купили этот смартфон. Отвечаем. Мы пользуемся услугами посредника Shipper.kz. Про этот сервис мы вам уже рассказывали. Его удобство в том, что вы просто регистрируетесь и получаете адрес в безналоговом штате Delaware в США. А дальше просто отправляете все свои покупки на этот самый адрес. Покупаете вы все сами, без каких-то комиссий, наценок, а платите только за доставку по весу. Это очень удобный и современный сервис с кучей классных дополнительных услуг. И вовсе не обязательно выкупать только технику. Вы можете покупать одежду, косметику или запчасти в США, которые сложно найти в вашем городе. Мы пользуемся Shipper.kz сами и можем рекомендовать их вам. Ссылка на этот сервис есть в описании. Ну а вот и наша посылка из США. Посмотрим, что там внутри. Комплект довольно простой. Кроме самой колонки вы найдете только кабель питания и несколько инструкций. Кстати, колонка может работать и от Wi-Fi, и от проводного интернета. Первичная настройка с у нас проста и удобна. Приложение само находит новую колонку и предлагает ее подключить. Активация занимает какое-то время, особенно настройка звука под конкретное помещение. Называется такая настройка TruePlay, и она довольно полезная. Действительно анализирует ваше помещение. Поэтому не пренебрегайте этой функцией. Однако есть в настройках и определенные сложности, о которых вы обязательно должны знать. Во-первых, у колонки нет русского языка, только английский, в том числе и в приложении. Во-вторых, Sonos One — это колонка с поддержкой голосовых ассистентов Alexa или Google Ассистент. И они тоже говорят только на английском. Но самое сложное — это добавить этих помощников в ваши колонки. Потому что если просто активировать колонку в вашем регионе, то ни Alexa, ни Google Ассистента вы не увидите. Для их активации в вашем аккаунте Sonos надо обязательно выбрать регион США. Сделать это можно на сайте сразу после регистрации. Далее вам надо завести американский Apple ID, если вы пользуетесь iPhone, и заново скачать приложение Sonos. По-другому система просто не даст возможности настроить и установить помощника. А также вы не сможете скачать из App Store приложение Amazon Alexa, если планируете использовать этого помощника. А это приложение обязательно нужно. Но не стоит сильно переживать, потому что американский Apple ID вам понадобится только один раз. А дальше вы можете использовать свой обычный аккаунт. Кстати, в iOS вы можете менять аккаунты для переключения магазина без проблем. В Android системе все чуть-чуть проще, но тоже надо обязательно выбирать регион США. Такая вот сложность, но нужно понимать, что система просто не рассчитана на использование в нашем регионе. Впрочем, немного помучавшись, вы получаете систему, которая умеет работать с Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Pandora и, самое главное, Spotify. И это только начало. И тут важно понять, сами колонки умеют работать с любым музыкальным сервисом, который вы можете установить в приложении. Там их действительно очень много, вплоть до сервисов аудиокниг и подкастов. Например, можно добавить свой аккаунт Pocket Casts. И всеми своими сервисами вы можете удобно управлять из приложения Sonos. Включать треки, книги, подкасты или искать исполнителя по всем сервисам. Но если вы хотите голосом говорить то для этого надо подключить или Spotify, или Amazon Music. А если вы пользуетесь Google Ассистентом, то тут можно подключить YouTube Music или Google Play Music. А вообще, Alexa умеет работать и с Apple Music. То есть вы даже голосом можете включать свою музыку с музыкального сервиса Apple. Но работает это, черт возьми, только в США, и вот это несправедливо. Уже на этом этапе видно, что Sonos дает вам большой простор по настройке и сервисов, и даже ассистентов. Но главная изюминка Sonos даже не в этом. Во-первых, эта колонка поддерживает AirPlay 2. Это протокол от Apple, который позволяет вам отправить любую музыку, подкасты или даже звук с YouTube на колонку буквально в два движения. Что-то вроде технологии Google Cast. AirPlay 2 интегрирован в iOS и macOS на уровне системы и работает очень быстро и четко. Включайте, например, подкаст в любом приложении на iPhone, и тут же можете отправить звук с телефона на колонку. Также можно отправлять музыку или видео. Причем изюминка этого протокола в том, что вы можете отправить один звук сразу на все колонки с поддержкой этой технологии, или только на определенные. Вот, например, в нашем случае мы можем отправить звук сразу на HomePod и на пару Sonos One. И все это синхронизируется, само собой, и работает без проблем. Отдельный кайф — это то, что колонка работает по Wi-Fi, ну или от проводного интернета. Знаете, как с Bluetooth-колонками? Отправили на нее звук с телефона, ушли в другую комнату, и подключение разорвалось. Или слушаете вы подкаст, а вам через каждые 30 секунд приходит уведомление, и звук постоянно затухает. Это очень неприятно и сильно мешает слушать музыку или подкаст. С Wi-Fi-колонками все проще. Отправили на них музыку или подкаст, и все, можете хоть уезжать из дома. Сигнал не будет прерваться. Конечно, эти колонки, как правило, проводные, на пляж с собой такие не возьмешь, это их минус. Хотя у Sonos One есть и беспроводная умная колонка с поддержкой AirPlay 2. И такое бывает. Но и это еще не главная фишка Sonos One. Настоящее величие Sonos в мультируме. Вы можете объединить вместе сколько угодно колонок и получить целый оркестр. И даже сделать домашний кинотеатр. Или раскидать колонки по дому и на каждую вывести свой отдельный звук. Именно поэтому мы заказали сразу пару колонок. Одну можно поставить в гостиной, а вторую, например, в ванной или в кабинете. Или сделать стереопару, соединив колонки в приложении. Кстати, делается это буквально в два клика. И такой режим — это вообще крутая штука. Кроме того, что вы получаете настоящее стереозвучание, у вас есть еще возможность подключать колонки к телевизионной приставке Apple TV, если она у вас есть. И теперь они могут играть роль своеобразного саундбара. Запускайте фильм на Apple TV, выбирайте источник воспроизведения звука и отправляйте его на вашу стереопару. Но и это еще не все. Sonos позволяет создавать куда более сложный звук. Например, вы можете купить саундбар Sonos, сабвуфер и две колонки Sonos One и получить полноценный шестиканальный домашний кинотеатр. При этом каждой колонкой можно будет пользоваться еще и по отдельности для прослушивания музыки или подкастов. Другая возможность Sonos — это полноценный мультирум. Например, если в доме или в кафе есть много колонок Sonos, то их можно группировать по зонам и давать разные источники воспроизведения в разные зоны. Или наоборот, включить один трек для всех колонок во всех комнатах. Эта штука, наверное, очень пригодится в кафе. А теперь давайте мы немного расскажем вам про звук. Все-таки это колонка, и хочется знать, как она играет. А играет Sonos One очень недурно. Звук можно охарактеризовать как сбалансированный. Мы тут, конечно, не эксперты по хай-фай, но звук у Sonos One с явным выраженным акцентом на середину, точнее, на верхние и средние частоты. Верха тоже при этом неплохо читается, а вот низов как будто бы не хватает. Вообще, из коробки колонка играет немного плоско. Однако в приложении вы можете найти простенький эквалайзер и добавить низких и верхних частот, сделав звук объёмнее. И вот так колонка играет уже заметно лучше. Если сравнить Sonos One с HomePod, то колонка Apple играет чуточку тише, но объёмнее, в ней больше баса. В Sonos One звук более хлёсткий, резкий, и сама колонка немного громче. И за счёт более чётких верхних частот, и прорисованной середины, из Sonos One очень приятно и чисто звучит вокал. Вообще, конечно, от такой небольшой колонки не ждёшь каких-то аудиофильских подвигов, но звука здесь, как говорят классики, дофига. И звучание сбалансировано так, что слушать колонку приятно. А теперь, детки, наденьте наушники, потому что мы сравним, как играет Sonos One в сравнении с HomePod. Субтитры делал DimaTorzok Как мы и говорили, Sonos играет громче, чуточку чище, и в случае, если подкрутить эквалайзер, то даже объёма хватает в сравнении с HomePod. Sonos One, как вы могли заметить, и звучит неплохо, и возможности у неё в сравнении с другими умными колонками просто неограниченные. Но надо заметить, что Sonos круто завязана именно на экосистеме Apple. Конечно, с Android Sonos тоже работает, но управлять колонкой придётся только голосом или из фирменного приложения. А отправлять музыку из плеера не получится, потому что Android не поддерживает протокол AirPlay 2. Однако, если вы пользуетесь Spotify, то вам повезло. Приложение Spotify позволяет отправлять музыку на колонки, в том числе Sonos One, даже если у вас Android-смартфон. Более того, вы можете добавить свой аккаунт Spotify в приложении Sonos, и тут же у вас будет полный доступ ко всей библиотеке. Вы можете не открывать даже отдельное приложение стриминга, а всё делать именно из Sonos. Можно даже просить колонку включать музыку голосом, но как ни крути, именно с продуктами Apple колонки Sonos работают лучше всего. Кстати, недавно Sonos сильно обновила своё приложение и операционную систему колонок. Теперь они поддерживают Dolby Atmos, это как раз история про домашние кинотеатры. Вроде бы Sonos обещали добавить поддержку флага и нового формата MQA, но это в будущем. Сегодня же приложение позволяет вам группировать колонки по комнатам, это удобно, если у вас их много. Члены вашей семьи могут быстро и удобно подключаться к системе в приложении даже без регистрации. Также в приложение вы можете добавлять радиостанции, местный ли от Sonos, любимые плейлисты от стриминговых сервисов или подключить свой собственный сервер с треками на компьютере. Тут можно подключить вообще все ваши подписки на кучи разных сервисов и быстро искать трек или артиста по всем источникам. Также в приложении Sonos вы можете отрегулировать эквалайзер, подстроить низкие частоты верха, чтобы сделать звучание более приятным. Смотреть, что и в каких комнатах играет, давать колонкам названия, группировать их и так далее. Вообще, приложение создано, чтобы им пользоваться, а не для галочки. И вот это круто. Ну и в конце парочка слов по поводу голосового ассистента. Конечно, номер один в мире сейчас это Alex от Amazon. Даже если вы ничего не слышали про Alex, это наиболее продвинутый помощник с точки зрения возможных сценариев в системе умного дома. Десятки тысяч энтузиастов по всему миру придумывают свои сценарии, которыми можете воспользоваться и вы. Что значит сценарий? Ну, например, говорите вы Алексе Good Morning и она вам тут же новости, сводку по погоде и пробкам и так далее. Или говорите Good Night и Alexa гасит вам свет, включает расслабляющую музыку и так далее. Это примитивный пример и Alexa умеет гораздо больше, вы сами можете придумывать ей сценарии. Тут надо делать отдельное большое видео про то, что умеет этот ассистент. Единственный минус это то, что Alexa не говорит по-русски. Кстати, тут же есть еще и поддержка Google Ассистента, но и этот помощник будет говорить с вами исключительно на английском языке. Отсюда вытекает один из самых больших минусов колонки, все управление исключительно на английском. И если вы не очень дружите с этим языком, то лучше присмотреться к другим колонкам, например, к Яндекс.Станции. Но что в итоге? Давайте посчитаем плюсы и минусы. Sonos One потребует от вас знания английского языка и немного помучится с настройкой. Но за это вы получаете возможность использовать колонку почти с любым музыкальным сервисом. Sonos дает вам полную свободу. Хотите Spotify? Пожалуйста. Не хотите ничего? Подключайте домашний сервер или просто папку с музыкой. Здесь есть Alexa или Google Ассистент, есть поддержка AirPlay 2. Очень продвинутая система мультирума и удобное приложение. При этом хороший звук и компактные размеры. Одним словом, Sonos действительно очень крутой продукт, но с некоторыми оговорками и ограничениями по региону. Если у вас все в порядке с английским, вы пользуетесь iPhone и другой техникой Apple и при этом пользуетесь Spotify, то Sonos вам точно понравится. Лично мы ставим этой колонке 5 из 5, даже несмотря на все минусы. Впрочем, вы же знаете, выбирать только вам. Это The Rocko. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok